Когда на мачтах парусных кораблей загорались призрачные голубоватые огни, моряки считали это добрым предзнаменованием и говорили, что это святой Эльм предупреждает их о приближении грозы. Такое же свечение, сопровождающееся характерным шипящим звуком, можно наблюдать в сырую погоду на высоковольтных линиях электропередач. Это явление называется коронным разрядом. Коронный разряд приводит к заметным потерям электроэнергии, поэтому в отличие от моряков операторы ЛЭП ему не рады. Чтобы наблюдать коронный разряд, разместим металлическую иголку над плоской пластинкой и подсоединим их к выводам источника высокого напряжения. Чтобы разряд был заметнее, надо на иглу подать плюс напряжения, а на пластинку минус. Когда напряжение достигает 20 кВ, становится слышен шипящий звук, и на острие иглы загорается маленький голубой огонек. При дальнейшем повышении напряжения становится видно светящуюся струйку, направленную вниз, а потом между иглой пластинкой начинают проскакивать маленькие молнии. В воздухе всегда имеется малое количество свободных электронов, оторвавшихся от молекул под действием солнечного света или космических лучей. Вблизи острия иглы электрическое поле очень сильное, и оно быстро разгоняет электрон до такой скорости, что при столкновении с какой-нибудь молекулой он выбивает из нее следующий электрон. Эти два электрона выбивают следующие электроны. Так возникает электронная лавина, направленная к острию. Газ вблизи острия нагревается, и его излучение запускает новые лавины. Молекула, от которой оторвался электрон, превращается в положительно заряженный ион. Под действием электрического поля массивные ионы медленно двигаются из области разряда к отрицательно заряженной пластине. В основном промежутки между иглой и пластиной электрического разряда нет, воздух здесь не светится. А ток здесь есть, его носителями являются положительные ионы. А теперь мы перейдем к практическим применениям коронного разряда и построим простейшее устройство для очистки воздуха. Опустим в банку плоский электрод и коронирующий электрод с острой иголкой. Бросим внутри банки маленькую дымовую шашку из целлулоида и закроем крышку. Банка заполнилась густым и едким дымом. Подадим на электроды высокое напряжение, и воздух в банке становится прозрачным. Мельчайшие частицы дыма, попав в область коронного разряда, заряжаются и тут же оседают на плоском электроде. На этом же принципе работают профессиональные электростатические фильтры для очистки воздуха, такие, как этот фильтр-клевер, предназначенный для медицинских учреждений. Заглянем в него внутрь. Коронный разряд загорается здесь на тонких проволочках и стекает на алюминиевые пластины. Очищаемый воздух продувается между электродами, содержащиеся в нем микрочастицы заряжаются и оседают на волокнах абсорбционного фильтра. Такое устройство не только очищает воздух, но еще и уничтожает болезнетворные вирусы и бактерии.